Геополитические риски напомнили о себе в самом начале торгов наступившего 2016 года. Неопределенность – слово, которое продолжает характеризовать обстановку в мире и в новом году. Торговые настроения на рынке соответствующие. Инвесторы предпочитают покупки активов-убежищ, в числе которых как золото, так и японская иена. В ходе азиатской сессии котировка драгоценного металла поднялась на 0,28%, выше отметки в 1072 доллара США за тройскую унцию. Спрос на японскую валюту столкнул котировку USDGPY к отметке 118 иен 80 цен за 1 американский доллар. И это не предел. По версии некоторых валютных стратегов, в текущих геополитических условиях иена вполне способна отыграть у доллара США около пяти сотен пунктов. Рынке потрясла информация о массовой казни 47 человек властями Саудовской Аравии. Все казненные были осуждены еще несколько лет назад, но среди них значился и весьма известный шиитский проповедник Ан-Нимра. Именно его казнь накалила ситуацию во всем арабском мире. Массовые волнения охватили Бахрейн, Ливан и другие страны Ближнего Востока, в числе которых и сама Саудовская Аравия. Но самый широкий резонанс воплотился на территории Ирана, главного регионального соперника Саудовской Аравии. На выходных в Тегеране посольство Саудовской Аравии подверглось нападению, после чего Эриад заявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Кроме того, МИД Саудовской Аравии потребовал иранскую депмиссию покинуть страну в течение 48 часов. Повышение градуса напряженности на Ближнем Востоке, являющимся в последнее время одним из самых проблемных регионов в мире, отразилось скачком роста цен на нефть. Недельная сессия открылась с положительным гэпом. Котировки на североморскую нефть марки Brent находились выше отметки в 38 долларов США за баррель. Уже на премаркете европейской сессии цены скорректировались, но волатильность торгов по-прежнему остается высокой. Спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации берутся только самые отважные аналитики. Ожидания разнятся, эксперты предвидят колебания в течение 2016 года в пределах от 50 до 100 долларов за баррель, но при этом возможны коротковременные падения цен к уровням в 30 долларов. К причинам столь широкого разброса цены относят как угрозу распада ОПЕК, так и закрытие инвестиционных проектов по разработке новых месторождений и добычи углеводородов. С другой стороны, со дня на день рынок должен вернуться Иран с планами по увеличению добычи и поставок нефти. Очевидно, одно рынок остается непредсказуемым и в 2016 году.